К нашему эфиру присоединяется Павел Лукичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте. Приветствую вас. Горое утро, слава Украине. Героям слава. Павел, не можем не начать с вами с очередного массированного обстрела всей Украины. Более 40 целей сбиты только над Киевом. Мы еще ждем более четкую информацию от Генерального штаба. Ну вот, о чем хотим у вас спросить. Практически каждый день атакуют столицу, атакуют всю Украину. И это многофункциональная, грубо говоря, атака сегодня и крылатыми ракетами, и шахедами. Причем шахедами уже немного другими. А вот чем они отличаются от предыдущих? В чем поменялась тактика террориста? Ну, прежде всего, это россияне поздравили нас. С днем Киева, вчера и прошлой ночью, и этой ночью продемонстрировали украинцам опять же свою готовность продолжать террор наших городов и сел. И этот основной элемент, основная задача этих ракетных обстрелов остается у них неизменной на протяжении всего уже полутора годов этого широкомасштабного отражения. Ну, кроме того, нынешние обстрелы, точнее, не нынешние, так скажем, за последний месяц обстрелы, очевидно, носят характер. Первое – это вскрытие наших сил, наших тылов, наших оперативных резервов. Очевидно, противник боится анонсированного контрнаступления вооруженных сил Украины и пытается каким-то образом, соответственно, ослабить ВСУ. Во-вторых, это работа против нашей ПВО. Это попытка рассосредоточить противовоздушную оборону. На самом деле у нас все больше новых систем появляется. Это беспокоит врага. Но количество средств ПВО, оно недостаточно для прикрытия и передовой линии обороны, и основных важных объектов. Вот цель врага – как раз не допустить этой концентрации средств ПВО на наиболее важных участках. Ну, и третье, то есть четвертое – остаются задачи по уничтожению нашей энергетической инфраструктуры. Они не такие очевидные, но, тем не менее, противник смотрит по тому. Она у нас работает до сих пор в режиме, на скрутках, грубо говоря, в экстренном режиме. И вот там, где просматривается исправление системы, упорядочивание уже, наведение порядка, враг пытается нанести такие мещивные удары. И то, что происходит, оно будет повторяться. Очевидно, позавчерашний обстрел свидетельствует о том, что какая-то очередная партия иранских беспилотников прибыла в Россию. Это можно наблюдать и по тем средствам, которые летели на Украину, и по их количеству. И об этом сообщают наши друзья и партнеры с района Каспийского моря, которые отслеживают движение судов в север-юг на Каспии. И о том, что, возможно, будут массированные налеты. Сообщают о том, что будут, возможно, массированные налеты беспилотниками. Ну, враг и ракетные обстрелы продолжают. Это тоже очевидно и было прогнозируемо, к сожалению. А, кстати, вот эти беспилотники, которые новые, они как-то ниже летят, вот, во время очередной атаки, понятно, барражируют, да? Они, то есть, чуть ли там не 100 метров над землей, и в этом сложность их, получается, сбивать. То есть, это какие-то они новые, действительно, они такие, как были раньше. Ну, еще будем, наши военные будут еще изучать части беспилотников, сбитых беспилотников, которые мы получили в свое распоряжение. Сейчас речь, в первую очередь, идет о том, что изменилось программное обеспечение для этих дронов, которое позволяет более маневренно, их более маневренный полет, собственно. Это зависит от того, как взаимодействует система самого беспилотника со спутниковым сигналом, насколько точная передача его координат в пространстве. Вот, и эти вопросы более совершенствуются, и используются несколько систем наведения инерциальные по спутнику, и, возможно, системы самонаведения также. Поэтому, в общем, вражеские техники становятся более сложной, и это позволяет им все более обходить нашу противовоздушную оборону. Наши зенитчики тоже. Да, но вот смотрите, вот такое количество беспилотников, ну, беспрецедентное, да, до этого такого не было, которое выпускает страна-террорист, она связана с тем, что у них ракеты заканчиваются? Или они с какими-то другими целями их выпускают? Ну, такое количество беспилотников свидетельствует о том, что что-то Россия передает Ирану взамен этих беспилотников, и что-то тоже нехорошее. И об этом, очевидно, вполне возможно, мы скоро узнаем. И это между собой взаимодействуют два диктаторских, два фашистских режима, две страны-изгоя, которые, на которым, в общем, которым на мир наплевать. И, ну, вот мы оказались на передовой линии обороны от авторитаризма и тоталитаризма. Павел, скажите, пожалуйста, есть четкое понимание, значит, Российская Федерация получает помощь традиционно от Ирана. Ну, тут что происходит, вполне логично, мы к этому привыкли за полтора года, хотя назвать это логично нельзя, это логичная преступность со стороны Российской Федерации и Ирана. С другой стороны, вот сейчас появилась информация, что страны-союзники, конечно же, продолжают помогать Украине. В частности, представитель Пентагона, подполковник Гарен Гарен, сказал, что первая группа из примерно 400 украинских военнослужащих начала обучение в Германии по эксплуатации тех самых Абрамсов. Скажите, пожалуйста, вот Великобритания говорит о том, что все-таки нужны атакамсы Украине. Что сейчас, в первую очередь, нужно Украине на самом деле, и что мы реально можем получить, учитывая ту информацию, которая просачивается в официальных источниках? Что сказать в первую очередь, никто не скажет. Летчики скажут одно, артиллеристы скажут другое, пехота скажет третье. Да, и все это нам нужно сегодня и здесь, и всего нам нужно больше. Мы готовимся к контрнаступательной операции. Нам нужно много снарядов, много снарядов дальнобойных, много артиллерийских, для стольной артиллерии, для минометов, для систем залпового огня. Нам нужны танки, бронетранспортеры, инженерные машины, разграждения, которые позволят воевать, наступать нашим войскам в сложных инженерных условиях, когда заминированы минные поля, инженерные заграждения расставлены на поле боя. Нам нужны системы противовоздушной обороны. Сегодня ночью нам наполнил противник о том, что какая бы плотная система ПВО ни была, она у нас недостаточна. Я всегда приводил пример, что Швейцария, маленькая Швейцария, для закрытия своей страны закупает пять батарей Патриот, и они закрывать будут только на четверть ее воздушное пространство. Остальное будет компенсироваться истребителями. Ну вот Швейцария и Украина, представьте себе соотношение, сколько нам систем ПВО нужно. Более того, нам нужны системы противовоздушной обороны, которые будут прикрывать передовый, передок, прикрывать войска, особенно при проведении наступательной операции. Нам нужны танки, нам нужны самолеты. Самолеты – это то же самое ПВО в первую очередь, но только маневренное. На самом деле система ПВО, она прикрывает какой-то маленький район. Самолет – это истребитель, это та же система ПВО, только которая двигается очень быстро. Здесь возникла угроза через несколько минут, он в двухстах километрах в другом месте, там, где угроза. И эффективность воздушных средств значительно больше. Во-вторых, нам нужна авиация для того, чтобы наносить и вооружение современное, авиационное, ракетное, для нанесения ударов по противнику. Нам нужны средства поражения противника на большую глубину. Это, когда говорят о атаке, там, Storm Shadow, или даже какие-то беспилотники, которые могут проникать вглубь территории противника. Это средства поражения на оперативную глубину складов боеприпасов, складов с амуницией штабов, узлов связей противника, которые, в общем, реформируют то поле боя, наступательный потенциал и оборонительный потенциал врага. Так что нам все нужно. И побольше желательно. Да, и побольше желательно. Каждый командир скажет, что всего мало, дайте чуть-чуть больше. Да, и побыстрее. Тут еще фактор времени же имеет значение. Ведь чем дольше к нам идет вооружение, тем больше у нас и жертв, и разрушений, и так далее. Надеемся, наши союзники будут благосклонны. Срочность еще и политически. Вы вспомните, что было у нас год назад. Если бы такую же помощь, которую оказывают наши партнеры, оказывали нам год назад, то я не знаю, в каком бы состоянии была война сейчас. Павел, спасибо. Если бы все вопросы, которые мы получаем, то было бы все гораздо лучше. Спасибо большое. Павел Лакичук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия-21» присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Продолжение следует...